Сегодня в гостях у спортклуба главный судья чемпионата Ахмао по кайтингу и опытный кайтсерфер Денис Луканов. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, как давно кайтинг развивается у нас в России и насколько успешно? Ну, сам кайтинг к нам пришел примерно где-то в 98 году. Сноукайтинг появился, наверное, чуть-чуть попозже. Чем привлекательен этот вид спорта оказался для россиян? То есть почему он здесь прижился? Ну, если говорить о сноукайтинге, то в большом количестве регионов в России достаточно длинный период зимы. И поскольку у нас снег находится прямо за дверью, то мы можем взять купол, доску или лыжи и выйти в любое поле и уже начать кататься при достаточно легких ветрах. Насколько конкурентоспособны российские спортсмены на мировом уровне? Если говорить о летнем кайтинге, то у нас есть, например, Петр Тюшкевич из Питера. Он находится стабильно в десятке. В прошлом году он был на шестом месте в мировом рейтинге. А по сноукайтингу, вот у нас недавно ребята ездили на соревнования на чемпионат Европы. Ездили. И там Таня Сысоева из Челябинска заняла первое место, а вот у мальчиков как-то не получилось. Но судя по их рассказам, было явно, что их подсуживали, подзасуживали их. Если говорить конкретно по регионам, где наиболее успешно развивается этот вид спорта? Наверное, это будут более северные регионы, такие как Санкт-Петербург и вот по этой широте, если двигаться. То есть это Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Вы были главным судьей на соревнованиях, прошедших накануне у нас на чемпионате ХМАО. В дисциплине фристайл. Как вы оцениваете уровень югорских спортсменов? Насколько хороши? Ну, уровень очень сильно разбросан по сложности выполняемых трюков, но я могу смело сказать, что вот первая тройка, которая заняла здесь первые три места во фристайле, они могут смело ездить на чемпионаты России, и они далеко будут не последние. Я предлагаю посмотреть нам с вами сюжет о том, как непосредственно проходили данные соревнования. Денис, по каким критериям оценивалась дисциплина фристайла? Ну, сразу скажем, что это субъективная оценка, как фигурное катание. В первую очередь берется техническая сложность. Вообще это по положению в соревнованиях, то есть организаторы указывают положение, как будут оцениваться трюки, исполняемые спортсмены. В этих соревнованиях было указано в положении, что сначала идет техническая сложность, затем идет амплитуда выполненных трюков, затем идет разнообразие, ну и там уже поубывающие, там новшества, там количество оборотов. Ну и, соответственно, отсюда есть, допустим, порядок таких более простых трюков. Это там просто прыжки вверх, там хватание доски или лыж, они называются грэбами. А потом идут, все это усложняется какими-то вращениями, затем можно совместить вращения с теми же самыми хватаниями доски. Затем более сложный идет уже уровень трюков, это когда спортсмен снимается с трапеции, то есть спортсмену есть на поясе такая трапеция, за которую, в общем-то, прицеплен воздушный змей, чтобы разгрузить руки. Так вот, здесь он делает наоборот, он нагружает руки, снимается эта трапеция, выполняет эти самые трюки, как на вейкборде, держась за планку. Ну и самыми сложными считаются трюки, это когда идет перехват планки за спиной, то есть вращение с перехватом планки за спиной. Получается, на судью ложится достаточно большая ответственность за оценку вот этих самых трюков. Часто ли возникают споры у спортсменов с судью? Ну, споры бывают и достаточно часто, и чем выше уровень спортсменов, тем сложнее судить это становится, потому что, в принципе, все спортсмены делают примерно, если понять, как база. Это когда есть несколько основных перехватов, которые входят в эти базовые перехваты. И когда оба спортсмена делают одни и те же трюки, приходится смотреть уже на тонкости и нюансы, кто с какими дополняющими сделал, кто-то с более высокой амплитудой, общие впечатления произвел, кто-то это делает агрессивно и зрелищно, а кто-то делает аккуратно, ну, лишь бы сделать. Приходится обращать на все это внимание. Конечно, для зрителя более зрелищно, когда спортсмен просто подпрыгивает как можно выше и летит дальше. Но для тех, кто вращается в этой среде, понимать, что техническая сложность и трюки, выполняемые с более сложными какими-то показателями, эти трюки как бы выше ценятся у самих спортсменов. На вот этих соревнованиях были какие-то спорные моменты? Ну, вообще апелляции не было, и я не слышал никакого-то ропота от спортсменов. Иногда бывает не апеллируют, но ропчат ходят. Здесь, в общем, сложных ситуаций не было. Ну, единственная ситуация была, когда мне пришлось дисквалифицировать спортсмена, который, в принципе, метил на более высокое место по причине того, что он создал опасную ситуацию. Потому что помимо того, что ты хороший спортсмен, тебе нужно все-таки уважать других участников соревнований, быть более бдительным и внимательным. Насколько много сегодня существует дисциплин в кайтинге? Насколько это развито? Дисциплин вообще-то очень много. То есть есть у нас фристайл, который мы только что обсуждали. Есть гоночные дисциплины, причем одних только гоночных дисциплин много. Там есть кайт-кросс, курс-рейс, марафон, лонг-дистанс есть. Есть еще была такая раньше дисциплина, хэнк-тайм, была очень популярна. Это когда кто дольше провисит в воздухе, спортсмен выпрыгивает, и секундомером засекается, кто сколько провисел. Большинство людей, кто занимается кайтингом в основном, занимаются исключительно для себя, то есть в качестве такой активной формы досуга выбирают. Есть ли смысл переводить данный экстремальный вид спорта на более профессиональную основу, то есть те самые наличия, огромное количество соревнований и так далее? Ну мы, что мы подразумеваем под профессиональной основой? То есть возможно спортсмены зарабатывают этим видом спорта. Здесь сложно об этом говорить, потому что, ну что такое заработок спортсмена? Это когда производитель оборудования должен быть заинтересован в том, чтобы спортсмены боролись за первые места и платить им какие-то деньги, там, либо в любой форме их спонсировать. На данный момент сложно замотивировать производителя оборудования, вот этого для кайтсерфинга, спонсировать соревнования, потому что отдачи от этих соревнований не так уж много, а вот в фестивале, если проводить, то есть должна быть какая-то целевая группа. Вот если когда научатся организаторы соревнований приводить целевую группу, то есть зрителей, каких-то обывателей на соревнования, вот тогда, я думаю, спонсоры и сами производители заинтересуются, и тогда появится какая-то профессиональная уже основа у спортсменов, то есть они будут идти, во-первых, появятся спонсоры соревнований, и, соответственно, появятся призы какие-то серьезные ощутимые. Как появятся ощутимые из призы, наверное, сразу появятся спортсмены, которые будут за этими призами гоняться. А пока этого нет? Ну, это на таком простеньком уровне. Я бы сказал, что все-таки спортсмены борются за тщеславие и за то, чтобы ощущать себя лучше. Ну, на энтузиазме на одном. Каким вы видите будущее, Катя, в России? Ой, для меня это так все призрачно. Я смотрю, как развивается. Одно я вижу точно, что он набирает по прогрессии обороты. То есть с каждым годом все больше и больше людей приходит в кайтинг. И раньше, допустим, ну лет пять, если берем назад, я, в принципе, визуально в лицо знал практически всех. Вот с России кто приезжает. Сейчас много людей, которых я никогда не видел. Масштаб идет уже, наверное, тысяч, наверное, несколько в России занимаются кайтингом. И вид спорта, в принципе, достаточно доступный. И у нас длинная зима в России. И я думаю, что если глобальное потепление все-таки не прижмет нас со снегом, то будет продолжать набирать и набирать обороты. Потому что, чтобы научиться кататься на кайте, в принципе, достаточно двух часов. Если человек достаточно быстро все это схватывает, то через два часа он уже будет кататься. Спасибо, Денис, что пришли к нам сегодня в студию и ответили на наши вопросы. Я напомню, гостем программы «Спортклуб» был главный судья чемпионата Ахмао по кайтингу и опытный кайтсерфер Денис Луканов. Продолжение следует...